В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Комплексное благоустройство на Петровском проезде идет полным ходом. Жители его уже давно очень ждали. Я думаю, что по окончании работ их очень все удовлетворит и все будет довольны. В Березовой роще у улицы Ольховая появилась стихийная свалка. Приятно ли другим людям, приходящим сюда отдыхать, вот в этой грязи находиться? Проверка деятельности администрации поселения совхоз имени Ленина выявила ряд нарушений. На выплаты, которые производились главе и персоналу, тут сумма очень большая. В Ленинском городском округе продолжается комплексное благоустройство дворов. Наша съемочная группа побывала на Петровском проезде, где у домов 24 и 26 активно идет строительство детской и спортивной площадок. О том, какие еще преобразования ждут эту дворовую территорию, в сюжете Натальи Буслаевой. Петровский проезд расположен в Расторгуевской части города Видное. Малоэтажная застройка, тихие скромные дворики, где почти десятилетия не проводилось никаких ремонтных работ. И вот, начиная с первой декады июня, территория у домов 24 и 26 постепенно начала преображаться. Данное благоустройство проводится по программам Добродел. И, соответственно, здесь уже не проводились ремонтные работы более 7 лет. Жители его уже давно очень ждали. И думаю, что по окончании работ их очень все удовлетворит и все будут довольны. Сейчас идет активное строительство детской площадки. Игровой комплекс предусмотрен в основном для детей среднего возраста. Десятилетний Тимур, проживающий в доме 24, поделился, что новую площадку ждали очень долго. Раньше места для игр и встреч с друзьями в их дворе не было. Раньше здесь была плохая площадка. Она там вся была рухлядь, там все ломалось. Даже качелей уже не стало. А сейчас видно, что строят хорошую большую площадку. Качели вот есть разные. И вот теперь у юных жителей Петровского проезда появится прекрасное место, где можно будет весело проводить время. А родителям не придется волноваться за их безопасность. Развлечения на площадке найдутся на любой вкус. Карусель, качели, горки, игровой городок под названием Замок принцессы. Для малышей установят песочницу. На этом месте была очень ужасная площадка. На сегодняшний день построили очень хорошую площадку, но еще не до конца. Также будет оборудована спортивная зона для занятий воркаутом с брусьями, турниками и другими снарядами. Стоит отметить, что на всех площадках установят травмобезопасное резиновое покрытие. Воркаут – это хорошо. Можно будет делать всякие спортивные упражнения. Во дворе полностью меняют асфальтовое покрытие, которое со временем пришло в негодность. На придомовой территории будет приведено в порядок уличное освещение. Установят новые контейнерные площадки, появятся дополнительные парковочные места. У нас в порядок проведена мусорная площадка, дополнительно организованы парковочные места. Там была непростая ситуация. Давно сложились гаражи, непонятно кем организованы, на каких условиях. Мы в итоге стали разбираться, поняли, что законных оснований нет. Введены гаражи, сделано место для пользования всех остальных жителей этого участка. Комплексное благоустройство на Петровском проезде проходит в рамках программы губернатора Московской области. Ремонтные работы проводятся с учетом пожелания жителей. Ведь главная идея создания комфортной среды в городах состоит в том, чтобы сделать окружающее пространство таким, в котором приятно жить. А двор – это то, с чего начинается день любого человека. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Евгений Садовский, Видное ТВ. К нам на телеканал поступило обращение жителей улицы Ольховая, которые жалуются на мусор в березовой роще рядом с их домами. Свалка образовалась возле беседки. Одно-единственное на весь лес. Съемочная группа «Видное ТВ» выехала на место, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Березовая роща возле дома номер 2 по улице Ольховой. На выходе из леса стоит беседка, куда все желающие могут прийти и устроить пикник. Но территория превратилась в помойку. Местные жители жалуются, говорят, уберите беседку, пока территория не превратилась в свалку. После себя всегда оставляют вот такую грязь. Эта беседка, она вообще бессмысленна здесь. Она как рассадник грязи. Нам неприятно. Наш лес вообще такой грустный становится после этого. Лучше убрать? Лучше убрать. Категорически мы просим убрать. Понятно, что устраивать пикники и оставлять после себя мусор недобросовестные люди могут в любой части леса. Но, как показала практика, именно данная беседка привлекает любителей отдыха на свежем воздухе, которые не удосуживаются прибраться за собой. Мало того, жители близлежащих домов уже устали от шумных компаний, собирающихся в беседке. Очень часто вызывают сюда полицию, потому что ночью музыку включают очень громко, кричат, постоянно распивают алкогольные напитки спиртные. Иногда даже лица без определенного места жительства сюда приходят. Когда теплая ночь, они здесь ночуют. Естественно, все добро свое, которое они приносят, в частности, в части оставляют его здесь. Если нужно собрать подписи жителей дома 3, я готов этим делом заняться, чтобы эту беседку отсюда ликвидировать, потому что здесь ей не место на самом деле. История у беседки богатая. Несколько лет назад ее уже убирали, также после многочисленных жалоб жителей. Затем поставили снова. Местные в недоумении, зачем и кто это сделал. Как только исчезла эта беседка, убрали за собой мусор, те, которые убирали эту беседку, и чистота наступила. Здесь перестали люди собираться, и мусор перестал собираться. И как только поставили опять новую беседку, и опять все началось заново. Люди не убирают за собой. Приятно ли другим людям, приходящим сюда отдыхать, вот в этой грязи находиться. Если понадобится, то к инициативе жителей дома номер 3 готов подключиться и второй дом, чтобы собрать еще больше подписей о ликвидации беседки. Помимо этого, люди просят администрацию Ленинского городского округа поставить несколько контейнеров по периметру леса со стороны Ольховой 2. Считают, что это позволит сократить количество мусора в лесу. Иначе, получается, поддерживать чистоту удается только субботниками, которые жители этого района проводят самостоятельно несколько раз за лето. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Евгений Садовский. Видное ТВ. Жители первой набережной улицы, что в Расторгуевской части города, прислали к нам на почту видео с припиской. Цитирую. Вот уже вторую неделю из колонки между домами 11 и 13 хлещет вода. Они обращались в диспетчерскую водоканала, но им ответили, что на данный момент нет запасных частей для устранения поломки. Тогда жители связались с руководством организации и чудесным образом поломка была устранена в считанные часы. Спасибо за оперативность, говорят жители, но все же хочется, чтобы подобная реакция стала нормой. Ведь никто не подсчитает уже, сколько воды утекло за это время, пока колонка была неисправна. Состоялся отчет контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа по результатам проверки деятельности администрации поселения совхоз имени Ленина и двух бюджетных учреждений этого муниципального образования за 2019 год. В ходе проверки вскрылись многочисленные нарушения, в том числе необоснованное расходование бюджетных средств. Подробнее в нашем следующем сюжете. В ходе проверки контрольно-счетной палаты финансовой деятельности бывшей администрации сельского поселения совхоз имени Ленина с января 2018 года по март 2020 года была выявлена большая кредиторская задолженность. Как заявила председатель контрольно-счетного органа Елена Егорова, кредиторка по администрации возросла в 170 раз по сравнению с 2018 годом. Причина такого роста кроется в том, что уже в течение 2019 года источника для его погашения просто не было. По результатам контрольного мероприятия установлены случаи нецелевого использования администрации сельского поселения совхоз имени Ленина, нецелевого использования средств бюджета на сумму 50 миллионов 434,8 тысячи рублей. Кроме того, есть претензии у контрольно-счетной палаты и к тому, как производились выплаты заработной платы руководству поселения. Так, за первый квартал 2020 года Елена Добренкова заработала свыше полутора миллионов рублей. В 2019 году на зарплату главе поселения было потрачено порядка 7 миллионов 700 тысяч рублей. Это более 309 тысяч рублей в месяц. На выплаты, которые производились главе и персоналу, тут сумма очень большая. 35 миллионов. Она превышает не только полуторный размер, который считается уже не административным, полтора миллиона, но и 7,5 миллионов рублей, особо крупный размер. Мы проверяли много раз бюджеты всех поселений, и никто, поверьте, ни одна муниципальная единица дважды единовременной выплаты к отпуску не получал. Это квалификация переплаты именно главе муниципального образования. Получается, что те средства, которые были запланированы для выплат по контрактам заключенных с администрацией сельского поселения совхоза имени Ленина, переводились на стимулирующие выплаты главе сельского поселения Елене Добренковой и, соответственно, ряду еще сотрудников. Причем ежемесячно принималось по три решения представительным органам для произведения этих выплат, что, в принципе, неправомерно. В ходе проверки деятельности бюджетных учреждений спорта, культуры и образования, работающих на территории сельского поселения, также был выявлен нецелевой расход бюджетных средств. Контрольное мероприятие в части соблюдения бюджетного законодательства показало, что в администрации сельского поселения совхоз имени Ленина неудовлетворительно исполнялись полномочия в отношении формирования и исполнения бюджета, а кроме того имеющим признаки коррупционных правонарушений. Глава муниципалитета Алексей Спасский, как и депутаты округа, были поражены вскрывшимися фактами. Те суммы, которые прозвучали, вы их услышали, да, они в совокупности даже там за короткий промежуток сопоставимы вообще со всей доходной базой бюджета сельского поселения. То я считаю, что, конечно, эти факты, и вот много еще сказано, они требуют, конечно, пристального изучения, там и квалификации уже специализированными органами. Заключались договора администрации. Администрация брала на себя обязанности оплатить данные договора. И в процессе эти деньги перенаправлялись на что-то другое. На фоне кредиторской заложенности, на фоне таких проблем, вот, на мой взгляд, не обоснованы там завышенные зарплаты, да, бюджетных работников, да, то есть премии. Депутаты в ходе голосования приняли решение рекомендовать контрольно-счетной палате направить данный отчет в прокуратуру для дальнейшего анализа и принятия соответствующих мер. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков, а они предсказывают, что 23 июля на протяжении всего дня будет пасмурно, утром и днем ожидается дождь, температура плюс 18 градусов. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.